Жертвами землетрясения на Афганно-Пакистанской границе уже стали более 360 человек, в их числе 115 жителей Афганской провинции Бадахшан, 148 человек в Пакистане, тысячи их получили ранения. В зоне бедствия сейчас идут дожди, что может привести к сходу оползней. Председатель КНР направила главам Афганистана и Пакистана телеграммы с соболезнованиями. Продолжение темы моих коллег. Наибольшую урон стихия нанесла Пакистану, а именно приграничность с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва. Там рухнули сотни домов. Армия страны направила в зону бедствия вертолеты для проведения спасательных работ. Военнослужащие доставляют пострадавшим в горные районы продукты питания и палатки. Мы уже привезли первую партию гуманитарных грузов весом 3 тонны. Вторая партия скоро будет подготовлена и направлена в отдаленные регионы. Глава Кабмина Пакистана Навас Шариф созвал экстренное заседание, на котором обсуждались меры по оказанию помощи. Затем премьер-министр лично прибыл в зону бедствия и поручил всем оперативным службам мобилизовать ресурсы на локализацию последствий землетрясения. Поврятены тысячи домов, и это только предварительная информация. На самом деле масштаб катастрофы гораздо больше. Сейчас мы собираем данные, требуется их тщательная проверка. Завтра или послезавтра ситуация, думаю, прояснится. Тем временем в Афганистане усилия врачей и спасателей сконцентрированы в горных районах. Больницы не справляются с потоком раненых. В их числе немало детей. Дети получили самые разные травмы. У некоторых проблемы с нехваткой кислорода, но угрозы жизни нет. Еще нужно провести несколько проверок внутренних органов и взять анализы крови. Глава Афганистана Ашфаргани призвал местных жителей помочь спасателям в поисках пропавших. Параллельно правительство выделит 780 тысяч долларов на ликвидацию последствий стихии. Готовность оказать помощь Афганистану и Пакистану также выразили США, Россия, Индия и Китай. Китайский народ скорбит по погибшим, соболезнует их родственникам и выражает сочувствие пострадавшим. Правительство КНР готово оказать всю необходимую помощь. Ее размер будет определяться масштабом бедствия и потребностями этих стран. Китайское общество Красного Креста также направит в зону бедствия экстренную денежную помощь. Между тем во Всемирной Организации Здравоохранения опасаются, что после разрушительного землетрясения в пострадавших регионах могут вспыхнуть эпидемии опасных болезней, таких как дизентерия, гепатит А и Е, корь, коклюш, столбняк. Этому способствует как загрязнение воды, так и обычный посттравматический стресс. Особенно в местах, которые остались отрезанными от коммуникации. ВОЗ призывает местные власти сделать все возможное, чтобы снизить риск эпидемии.